А вы знали, что костюмы новогодних сказочных героев шьют в красноярских колониях? Екатерина Муд теперь знает и прямо сейчас об этом расскажет. Здесь еще пришивается замочек, и все, как бы спинка готова. Еще немножко, и шубка для Снегурочки будет дошита. Таких деталей осужденный Александр Данилин делает порядка тысячи в день. Здесь, в швейном цехе колонии строгого режима номер 5, круглый год считай праздник. 12 месяцев подряд заключенные изготавливают игрушки для новогоднего торжества. Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Производство не останавливается даже летом. Александр говорит, шить новогодние игрушки – особое мастерство. Здесь нужны не просто хорошие навыки. Осознание того, что делаешь это для детей, пускает даже, ну, как бы, очень часто там делают эти подарки детям в детский дом, как бы, поэтому свою частичку себя, как бы, вносишь, я считаю, это правильно. Сейчас над костюмами новогодних персонажей трудится 60 человек. Однако объемы производства растут с года в год, а, соответственно, и штат швей постоянно увеличивается. У каждого осужденного перед глазами образцы нарядов для сказочных героев. Опытные сотрудники обучают новичков, чтобы, как говорят сами заключенные, ни в коем случае не испортить праздник детям неровным швом. Теорию прошли, практику нет. Конечно, приходится преподавать им практику, потому что надо показать, надо обучить человека, чтобы он знал и понимал, как владеть машинкой и сам процесс складывания материалов. Так я вот работаю и делаю детям приятно. Шью от души, шью для детей, чтобы у них было светлое будущее. Начальник цеха Татьяна Плетнева рассказывает, от желающих работать на производстве новогодней продукции отбоя нет. Шанс дают всем, но остаются лучшие. К нам поступают разные осужденные, которые и иголки не держали, учатся, выходят мастерами, выдаются им свидетельства. Некоторые даже на воле туда устраиваются швеями, фирмы их берут очень охотно, потому что опыт они здесь получают колоссальный. Все эти новогодние игрушки Деда Мороза, Снегурочки, Барашки в ближайшее время окажутся на полках красноярских магазинов. Только вот многим покупателям не узнать, что сшиты они руками осужденных большесрочников. Да и какая разница. Екатерина Мут, Евгений Имайчев, Новости ТВК.